Концерты, флэш-моба и акции, спортивные состязания и не только. Один из главных государственных праздников День России отметили в стране. Житель поселка Метногорский Анатолий Сорокин успешно выполняет боевые задачи в ходе спецоперации. Сейчас он приехал в отпуск и с ним встретился наш корреспондент. Региональный этап всероссийских президентских соревнований среди школьников прошел в Черкесске. Кто стал победителем и будет представлять нашу республику в финале? Сейчас в церкви Кисловодска можно посмотреть уникальное представление империи львиц с участием самых опасных хищников планеты. Здравствуйте на телеканале Россия 24 Вести Карачева Черкесия. В День России в городах и районах Карачева Черкесии состоялось множество интересных мероприятий, концерты, тематические флэш-мобы и акции, спортивные состязания, мастер-классы, в которых жители региона приняли самое активное участие. Также 12 июня торжественно вручили паспорта юным жителям Карачева Черкесии. Каждый из них достиг значимых успехов в учебе, спорте, творчестве, культуре и общественной жизни. Основные праздничные мероприятия в Черкесии проходили в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Активисты и волонтеры Министерства по делам молодежи Карачева Черкесии и Движения Первых провели флэш-моб, исполнили гимн и развернули флаг России. Праздник объединил многонациональные народы нашей республики с яркой культурой и традициями под единым триколором нашей державы. В День России в Республиканском перинатальном центре чествовали новорожденных малышей. 12 июня на свет появилось пять девочек и один мальчик, но, по словам врачей, до конца дня ожидали еще пополнения. Они получили самый первый документ в своей жизни, свидетельство о рождении. Наши бойцы успешно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Житель поселка Митногорский у Рубского района Анатолий Сорокин принимает участие в СВО с 2022 года. По приезде в отпуск с ним встретился Али Баташев. С нацизмом боремся, что сделать. Надо заканчивать уже, чтобы мир и порядок пришел в страну. И как бы обезопасить уже и детей, и стариков. Анатолий назвали в честь деда, который воевал с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Анатолий Сорокин был мобилизован в 2022 году. Мог отказаться от участия в спецоперации, иметь для этого законные основания, но не стал этого делать. Сейчас он наводчик артиллерийского расчета, звания рядового. Своё боевое крещение он получил в первом бою, когда группа попала под артобстрел. Любому человеку страшно. Нет такого человека, да, бесстрашно. Страх всегда присутствует. Первый раз вообще даже и непонятно, и страшно было. А потом уже, соответственно, адаптируешься, привыкаешь уже, понимаешь, куда стреляет арта, да, прислушиваешься. Уже и место выбираешь такое, что, ну, более, да, такое перспективное, так скажем, менее заметное, менее, как бы, обстреливаемое. Одно из самых тяжёлых испытаний для бойца – тоска по родным. Любому важно чувствовать их любовь и поддержку. Анатолий воспитала бабушка Галина Владимировна Тищенко. Самым радостным событием для неё стала возможность увидеть любимого внука в отпуске. Ой, ребята, держитесь, милые мои, вот приезжали они в отпуск с ребятишками тоже, обнимают меня. Это бабушка, мы вернёмся, мы вернёмся. Ну, конечно, дай бог вернулись, чтобы все. Ну, ваш прогноз, вот, победа за нами будет? Конечно, победим. Куда мы денемся? Дожмём. Уверен, да вы? Да. Указом президента России Владимира Путина Анатолий Сорокин награждён медалью Жукова за особые отличия, самоотверженность и личное мужество, проявленное в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Урупский район. Творчество Александра Сергеевича Пушкина в современном культурном пространстве России и зарубежья. В Кочегу имени Умара Лива прошла региональная студенческая научная практическая конференция, посвящённая 225-летию со дня рождения великого поэта Алла Кочиева подробнее. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем важный и значимый для нашего университета, не только для нашего университета, но и для 140 миллионов россиян. Для 280 миллионов людей, которые обучались в Советском Союзе и многих миллионов, которые живут в дальнем зарубежье и знают русскую культуру, Советский Союз и Российскую Федерацию. Мы сегодня отмечаем юбилей большого друга нашего Карачаева-Черкесского государственного университета. Его имя звучит уже 85 лет в стадии основания нашего университета, в стадии основания первого факультета, факультета филологии в стенах нашего Карачаева-Черкесского государственного университета. Пушкин, который нам с малых лет принес звуки русского, великого русского языка, государственного языка, языка межнационального общения народов Российской Федерации. Но еще и это путь к постижению языка, путь к постижению кода мировой цивилизации и культуры, к которому мы приобщены через русский язык, через язык Пушкина. Многие произведения Александра Сергеевича Пушкина занимают почетное место в Золотом фонде мировой культуры, переводятся на множество языков и изучаются в учебных заведениях по всему миру. Театр, кинематограф, живопись, культура и другие формы искусства не перестают находить вдохновение и творить на основе его произведений. Карачаева-Черкесский госуниверситет имени Умара Лива ежегодно проводит Пушкинский фестиваль. Сегодняшнее наше мероприятие – это уже завершение фестиваля, это литературно-музыкальный праздник, где были подведены все итоги, исполнялись стихи и романс Александра Сергеевича Пушкина, проводилась викторина. И вот я думаю, что вот был специально подготовлен столик, это в гостях у Пушкина, это пьем чай. Вот очень так мы постарались подобрать все, что любил к чаю Пушкин, но я думаю, что праздник удался. И на заключительном мероприятии наградили авторов лучших докладов. В этом году фестиваль посвящен 225-летию великого поэта и проходил несколько этапов. Это пушкинский диктант, регионально-научно-практическая конференция и конкурс чтецов. Школьники, студенты и жители Карачаевска с удовольствием представили произведения русского классика. Я память не в себе воздвиг, не рухотворный. К нему не возрастет народная тропа. Вознесся выше он мовою неподобно, Александрийского столба. Князь у сене моря поздно, Сене море глазный слой. Князь у поверьте в лучших косах, Лебедь белая кружка. Князь у князь не модных раз. Что ж ты тихо, где не мясо? А печально к чему, Говорит она ей. Свойства зеркальца имела, Говорить оно умело. С ним одним она была, Добродушна, весела, С ним приветливо шутила И красуясь говорила. Светлый зеркальца, скажи, Да всю правду доложи, Я на свете всех милее, Всех румяней и белее. Ей зеркальце в ответ, Ты прекрасна, спору нет, Ты царица всех милей, Всех румяней и белей. Студенческая научно-практическая конференция творчества Александра Сергеевича Пушкина в современном культурном пространстве России и зарубежья прошла при поддержке Рескома КПРФ по республике. На пленарном заседании были заслушаны интересные доклады. В рамках секции номера один творчества Александра Сергеевича в новом культурологическом контексте были представлены интересные исследования о влиянии творчества поэта на современное искусство и литературу. А во второй секции Александр Сергеевич Пушкин и русский язык были подняты важные вопросы о языковых особенностях поэтического стиля Пушкина и его вкладе в развитие русского языка. Не могу сказать, что нынешняя молодежь не интересуется литературой, в том числе и Пушкином. Все мои сверстники, которых я знаю, наоборот, углубляются в культуру, особенно в Пушкина, потому что его творчество заложило основу всему остальному. То есть он сделал вот этот вот самый первый сложный шаг, он вывел в массу русский язык, он популяризировал его. Не могу сказать, что опять повторить слова вот эти банальные «Пушкин – наше всё», но действительно «Пушкин – наше всё». Организация подобных научно-практических конференций играет важную роль в академической жизни студенческого сообщества, способствует обмену знаниями и опытом, а также стимулирует студентов к научным исследованиям. Участники получили ценный опыт, а слушатели смогли погрузиться в мир творчества великого поэта и задуматься над его актуальностью в современном мире. Алла Качива, Алихан Лепшоков, Хаджимурат Салпагаров, Вести Карачева, Черкесия, Карачаевск. Региональный этап всероссийских президентских соревнований среди школьников прошел в Черкесске. Поддержать будущих чемпионов пришли почетные гости, руководители общественных организаций. Подробнее Майя Хамдухова. Школьный спорт как место силы для детей. Именно там закладывается спортивное воспитание, здоровый образ жизни и стремление к победе. Поздравить участников с торжественным открытием пришли почетные гости. Заслуженные мастера спорта, представители общественных организаций, руководители отделов образования и судей соревнований. К пожеланиям спортивных побед и высоких достижений присоединилась Инна Кравченко, министр образования и науки Карачаева-Черкесии. Спортивные успехи – это успехи в жизни. Поэтому, ребята, занимайтесь спортом. И сегодня я желаю, чтобы золото спортивного состязания, президентского состязания, досталось самой сильной, ловкой команде. С праздником, дорогие ребята! Всего в соревновании участвовали более ста школьников из разных населенных пунктов республики. Командам предстояло пройти несколько испытаний. Теоретический конкурс, эстафетный бег, спортивные многоборья и подвижные игры. Участвует класс команды с каждого муниципалитета. Всего у нас 12 муниципалитетов, учитывая городские округа. Участвуют класс команды городские, у них отдельный зачет, три команды и сельские. В городских командах участвует 12 учеников, сельских – шесть. Во славу спорта и во имя чести своих команд участники состязаний давали торжественную клятву. Я обещаю, что мы будем участвовать в президентских состязаниях, уважая и соблюдая правила, по которым они написаны. Победителями президентского спортивного состязания стали команды Черкеска, Карачаевска и Усть-Джигуты, а также сельские команды Ногайского района, Хумары и Аула-Энжичекун. Призеры регионального этапа получат путевки на соревнования, которые пройдут в детском центре «Орленок». Там будет для вас представлена прекрасная программа. В течение трех недель вы будете выступать на соревнованиях, будете выступать, участвовать в мастер-классах и, думаю, с достоинством будете защищать честь своей республики. Президентские состязания – это самые массовые соревнования у нас в России. Далее смотрите интервью с композитором Рамазаном Айбазовым. С ним беседовала Мадина Каракетова, а наш выпуск завершен. Здравствуйте, Рамазан. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Рамазан, композитор для Карачаева-Черкесии – это, скажем так, профессия редкая. Да, играют на музыкальных инструментах, поют, а вот сочинять музыку – да ну не всем. Расскажите, как вы пришли к написанию музыки? К сочинению музыки. Я записался на фортепиано, получается, это было 10 лет. И со временем я начал замечать, что мне нравится больше какие-то свои наброски создавать, что-то придумывать. Я садился за инструмент, делал какие-то небольшие набросочки, и я понял, что это меня вдохновляет. И в какой-то день мне приснился сон, я услышал во сне мелодию, и, проснувшись, просто ее решил как-то завершить. С тех пор я, наверное, понял, что композиция – это мое. То есть сочинение музыки вдохновляло меня и вдохновляет по сей день. Сейчас вы учитесь, да? Да. Я учусь в Ростовской государственной консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова на пятом курсе отделения композиции, выпускаюсь, получается. Мне хотелось бы, если честно, больше поговорить о киномузыке. Это тоже как бы такое редкое явление для нашей республики. Скажите, пожалуйста, как это? И вы уже писали музыку, насколько мне известно, к четырем фильмам. И помните ли вы работу над первым фильмом, над музыкой к первому фильму? Ну и еще такой вопрос, какие вы эмоции испытывали, когда вот эта работа была завершена, и вот она была представлена на суд зрителя? Как я пришел к киномузыке? У меня давно была мысль попрактиковаться в киномузыке, потому что на самом деле это, так скажем, отдельная вообще стезя, то есть там нужен свой особый подход, особые знания и особые умения. Я нашел режиссера Амиру Иркенову в социальных сетях и написал ей, предложил ей как-то свои композиторские услуги. Она сказала, да, конечно, можно попробовать попрактиковаться. Она мне выслала фильм с референсами, короткометражный фильм «Мне снится всякая чушь». И таким образом у нас началось сотрудничество. Я к этому фильму написал три саундтрека. И с каждым саундтреком, конечно, была... Каждому саундтреку был уделен свой какой-то особый подход, так скажем. То есть где-то, на первый взгляд, она слушала, говорила, что можно заменить каким-то инструментом. Потом она переслушала, говорила, нет, нужно вернуться. Или же, например, третий саундтрек, он был полностью написан с помощью импровизации, так скажем. То есть как-то где-то нужно сосредоточить свой ум и сосредоточиться, и используя какие-то навыки, и используя какие-то знания, написать конкретный саундтрек. А где-то нужно именно поймать настроение и по ходу импровизации уже создать какую-то отдельную композицию. Таким образом, работа велась где-то месяц, и после этого ей, в принципе, все понравилось. И фильм тоже показывали в разных фестивалях. Ну а чувства какие были у вас, когда фильм сопровождался вашей музыкой? Чувства... Я скорее вспоминал, как я работал над этими саундтреками. Я всегда слушаю, думаю, а здесь можно подправить, здесь можно это сделать, здесь можно чуть-чуть каких-то других ноток, что-то, здесь можно другой инструмент было использовать. А как бы это звучало вот с этим инструментом или с другим инструментом? То есть, вот. Ну и, конечно, эстетическое удовольствие, когда вот... И даже непонятное ощущение, скорее, приятное, когда твоя музыка, она сопровождает все-таки какой-то фильм. Фильм «Один против двух», военный короткометражный фильм, которому я написал два саундтрека, его тоже показывали в разных фестивалях, премьера была в Челябинске. Третий фильм «И пусть живут они долго и счастливо». Вот, к сожалению, я не знаю, по-моему, этот фильм до сих пор не вышел в прокат, вот, но работа над ним велась, я читал сценарии, и пока что из всех моих саундтреков, именно к этому фильму, вот, он мой самый любимый, правда, и я считаю, что он интереснее сделан, чем все остальные. И четвертый фильм «Тень половинки Луны», он более такой абстрактный, так скажем, современный, где я озвучил весь фильм. Он, скажем так, музыка играет не последнюю роль в этом фильме, то есть музыка играет, можно так сказать, 50% вообще всей информации, которую зритель получает от фильма, это музыка. Мне так и сказали, когда делали заказ, хочу озвучить полностью весь фильм. А он такой короткометражный, но длинный для короткометражного, 20 с чем-то минут. Вот. И таким образом где-то почти год велась работа над этим фильмом. Ну и продолжая разговор о саундтреках, Рамазан, скажите, расскажите об особенностях киномузыки, расскажите о связи видеоряда и саундтреков. В первую очередь, когда речь идет о киномузыке, нужно знать, что такое лейтмотив. Лейтмотив — это короткое, относительно короткое построение музыкальное, которое служит обозначением и характеристикой какого-то определенного персонажа, какой-то декорации, предмета, эмоции или отвлеченного понятия. Например, всем известный фильм «Крестный отец», если взять. Три, там есть еще другие саундтреки, да, но три основных лейтмотива. Лейтмотив Дона Корлеоне, лейтмотив его сына и лейтмотив любви. Или Сицилии. И каждый раз, когда ты слышишь лейтмотив Дона Корлеона, ты понимаешь, что здесь, в данной сцене, речь идет о нем. Или какая-то сцена, где он проявляет участие. Вот. Или ты слышишь лейтмотив его сына, понятно. А бывает еще, когда, ну, не в данном фильме, в данном фильме я не помню, были ли такие случаи, когда скрещивают лейтмотивы, таким образом показывают взаимодействие персонажей. То есть, например, лейтмотив Тихеро из аниме «Унесенные призраками». Ты слышишь, понимаешь, сейчас или отсылка на какое-то событие из жизни этой девочки, или же отсылка, или же сейчас она появится. Вот. Так что нужно знать, что такое лейтмотив. Но не все, не все абсолютно, не все фильмы построены на лейтмотивах. То есть, где-то музыка играет просто фоновое сопровождение. То есть, нет лейтмотивов. Чтобы создать настроение. Потому что, если включить фильм и убрать оттуда музыкальное сопровождение, чувства и эмоции, они будут совсем другие абсолютно. А если поменять так вообще, то есть, мы об этом часто не задумываемся, но если известный саундтрек поменять на какой-нибудь другой, противоположный по эмоциональному состоянию саундтрек, то получается, что человек, то есть зритель, он испытывает совсем другие эмоции, другие чувства. Важно знать, что, когда пишешь музыку, каждая нота должна быть представлена у тебя в голове какими-то образами. То есть, слушая музыку, в особенности киномузыку, должен понимать, что здесь происходят какие-то действия. Не одна секунда не должна проходить без действий. То есть, проходит там какая-то музыка, здесь что-то происходит в это время. А если ты просто слушаешь, часто из-за этого говорят, академическая музыка скучная, да ты себе ничего не представляешь просто в голове, у тебя нет никаких образов. А ты закрой глаза, представь, представь себе, что или в этот момент происходят какие-то действия, а какие действия, это уже ты решаешь. То есть, это все очень субъективно на самом деле. Действительно, заставляет задуматься, рождает образы. В принципе, вот я помню, даже в одной из социальных сетей, когда я прослушала вашу музыку, вами было предложено вашим подписчикам поделиться своим видением, какие образы вызывает. Вот предложена вам музыка. Я даже помню, что мы там спорили, каждый свое мнение писал, кому-то эта музыка, у кого-то вызывала образы солнечные. У меня, например, она ассоциировалась с каким-то хмурым осенним днём, со скамейкой одинокой, с дождём. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей музыке, мне кажется, присуща какая-то романтичность. И в связи с этим хотелось бы узнать, музыка какой эпохи или искусство какой эпохи в целом вам близка и какой-то отпечаток на ваше творчество накладывает? Ну, начнём, наверное, с эпохи. Мне, если брать в целом искусство, конечно же, всё искусство, оно прекрасно. Нельзя взять какой-то кусок времени, период, эпоху и выбросить. Я понимаю, что это имело место быть, и везде стараюсь видеть красоту. В моём случае, именно если говорить о моих ощущениях, мне нравится искусство, начиная с конца XIX века и XX век. То есть мне нравится современное искусство, модерн. То есть и в поэзии, и в живописи, и в кино. Ну, понятное дело, кино и появилось в XX веке, да. И в музыке в том числе, конечно же. Говоря о моих любимых композиторах, здесь нужно разделить их на несколько категорий. Если о композиторах в академической музыке, то это Чайковский, Пётр Ильич, Сергей Васильевич Рахманинов, Такаши Йошимацу, современный японский композитор. Если говорить о джазе, это Билл Эванс, часто слушая его, вызывает во мне коктейль, бурю, вообще разных эмоциональных состояний. Дальше. Если говорить о киномузыке, это, конечно же, Артемьев, Рыбников, это Джон Уильямс, Ханс Циммер, это Дзёхи Саиси, это Владимир Косма, ещё есть, я уверен, просто нужно вспомнить. Вот. Так что. Это Нина Рота, конечно же, Нина Рота, тоже великий кинокомпозитор. Рамазан, а музыка всё-таки это про чувства, или её нужно воспринимать головой? Я думаю, во-первых, зависит от человека самого, то есть мы все разные, и каждый воспринимает окружающую действительность по-разному. Но я думаю, что всё-таки в моём случае, в моём случае я стараюсь и так, и так. Вот. Вообще нужно стараться смотреть на какие-либо вещи, в данном случае на произведение искусства с разных углов, сторон, не придерживаться какой-то одной точки зрения. Возвращаясь к кино, Рамазан, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то особенности работы композитора вот именно в кино? По-разному бывает. Или если композитору срочно нужна какая-то работа в портфолио, он ищет себе режиссёра. Сейчас в интернете можно найти специалиста, конечно же. Или же, если режиссёр снял фильм, и он хочет использовать именно, чтобы не было проблем с авторскими правами, чью-то музыку, он тоже ищет себе композитора. Таким образом, если, так скажем, режиссёр и композитор находят общий язык, у них начинается сотрудничество. В чём ещё особенности? Надо учитывать, надо понять, хочешь ли ты писать лейтмотивы, как я уже сказал в начале интервью, или же музыка, она будет играть только фоновую роль, фоновое сопровождение. И после этого уже начинается, собственно говоря, работа. Зависит от человека, то есть какой режиссёр, у меня, то есть я общался с режиссёрами, кто-то мне говорил, мол, вот, сделай то-то, 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 к такому-то дню, и всё. С кем-то посложнее. То есть посложнее в том смысле, что бывают какие-то абстрактные пожелания, и ты должен угадать, что он хотел, что хотел режиссёр попросить. То есть какие у него были пожелания. Вот, то есть опять-таки, как и везде, как и в любой деятельности, здесь то же самое. Зависит всё от человека, от его особенностей индивидуальных. Рамазан, большое вам спасибо, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. Я знаю, что вы готовитесь сейчас к государственным экзаменам, у вас очень такая жаркая пора. Я надеюсь, что у вас всё получится. Желаю вам творческих успехов. Вам спасибо, что позвали, было очень приятно. До свидания. Спасибо. До свидания.